Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОК, меня зовут Дима, и сегодня у нас проба нового формата! Мы сегодня попробуем посмотреть спидран по ТикТоку. Да, есть еще и по шортсам, но я сегодня запарился именно с ТикТоком, чтобы нормально отображался, нормально работал. И мы могли именно ТикТок юзать здесь у меня на ПК, мы можем потом в дальнейшем и на стриме это делать. Но не столь важно, пробуем сегодня спидраны по ТикТоку. Перед началом не забудь подписаться на мой канал, если ты меня смотришь, что еще не подписан, обязательно жмякни подписочку. А также залетай в мой Телеграм, там все новости обо мне и моих каналах, и на Твитч, там стримы. Погнали смотреть ролики! Вот, собственно, мы и на странице, которая называется Илюшенька, 930 тысяч подписчиков, ё-моё! Погнали! Ну, что мы будем? Я не знаю, можно листать, конечно, в самый низ, но давайте как бы сначала пойдем и пойдем. Будут новые появляться, будем потом подхватывать новые. Все зависит от того, как вы потом отнесетесь к тому, что я смотрю вот в таком формате такие интересные видосики. Погнали! В 2012-м Тейлор Свифт была на пике популярности. На ее официальном сайте было запущено онлайн-голосование, и победившая школа стала бы местом проведения следующего концерта, и школьницы по всей Америке визжат. Да, блин, я знаю эту историю! Но не буду вам рассказывать, давайте посмотрим. Плят восторга. Их школа может стать местом встречи с кумиром всей их жизни. Но у форчановцев были другие планы. Они долго думали, как можно затроллить певицу в этой ситуации, и по итогу решили, что в голосовании обязана победить спецшкола Хорреса для глухих детей. Форчановцы сразу же принялись за накрутку голосов, и под конец у них было на 400% больше. Еще раз. Тейлор Свифт, певица, должна приехать в школу для глухих. Нельзя с этого смеяться! Нельзя с этого смеяться! Нельзя с этого смеяться! На кой хрен им нельзя с этого смеяться, блин, нельзя! Ну на кой хрен им пить? Ну реально, эти билеты, ну что они с ними делают? Ну хотя, может, сторговать можно было бы. Тейлор Свифт всегда была популярной, а билетики можно было бы хорошо. Это мысль интересная. Но за донат в 50 кайтов, конечно, спасибо большое. Многие дети перепродали эти билеты по 500 долларов слышащим людям. Ну это не совсем жанр, который спидран. Вот спидран и отсюда начинается. Ну давай посмотрим уже вот это тоже видео, а потом пойдем к спидранам. В 2017-м Фарчан обратил внимание на флаг, который установил Шайл Абаф в знак протеста против Трампа. Флаг, на котором написано «Ему нас не разделить» круглосуточно транслировался на Твич, а сам флаг стоял на фоне неба, чтобы никто не определил его плачной лака. Мне кажется, мне это подтягивалось. Я прям знаю эти истории. Ну ладно, ладно, все, не буду вам рассказывать. Давай посмотрим, это классная история. Сувениц совершил акт вандализма, и Фарчан вялся за работу. Аноны всматривались в стрим с флагом, пытаясь сопоставить направление ветра и движение облаков. А ночью они разглядывали звезды и составляли астрономическую карту. Но произошло чудо. Над флагом пролетели два самолета одновременно. Используя тригонометрию и данные, полученные при составлении карты звездного неба, удалось сузить предполагаемую локацию флага до 8 квадрат. Ну скажи, вообще людям нефиг делать! Это ж надо так жить хорошо! Я тоже хочу так жить, чтобы задаваться вопросом, а где же флаг висит? Флаг находился в окрестностях городка Гринвильштадт, Теннесси. Живущий неподалеку Фарчановец начал ездить на своем пикапе в этой локации и громко сигнали, чтобы остальные могли определить по звуку на стриме, как далеко он находится. И с каждым поворотом его гудок становился все громче, и, наконец, они нашли его и заменили на флаг с лягушкой. И все, они сделали это исключительно ради мемов. В 2017-м... Чтоб я так жил. Чтоб мы все так жили, друзья. Но только те, кто подписан на мой канал. Все, теперь именно спидран-спидран. В 2000-м спидран по YouTube Shorts. Поехали. Кукла была выставлена на аукцион за 10 тысяч долларов. Она была найдена в доме серийного убийцы-маньяка. Это неправда. Таких кукол делает английский скульптор из полимерной глины и продает по 12 тысяч долларов на аукционе. Я китаянка Фея, и в этом видео хочу рассказать, что творится в китайских школах на самом деле. По ее словам, в Китае учеба... Хочу проверить, что творится на самом деле. Пицца с 8 утра до 10 вечера. Им запрещено заводить отношения под страхом исключения из школы. А если вас исключают, то на завод. Показываю, как проверить телефон на прослушку. Никак. Если за вас взяли спецслужбы, вы ничего с этим не сделаете. Можете просто не говорить по телефону или использовать альтернативную связь. Ну, кстати, глупо, потому что я тоже видел эти истории. Ведите код, шмыки, 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 шмыки. Отправьте, если там будет описано true на каком-то из значений, то значит все вас точно прослушают. Нет, скорее всего там что-то нужное вы выключите. А потом это вам пригодится. Там, я не знаю, останетесь запертым детоком на помещении. А оно почему-то не ловит. А должно ловить. Ну, пожалуйста, чтобы оно выключали. Экции Альберт Эйнштейн написал на доске. Спидрампы YouTube Шварц. Поехали. В смысле написал на доске? Это все? Что ты написал? Бабушка, ты знаешь? Ладно, пойдем дальше. Спидрон по тик-туку. Поехали. Давай проверим, насколько у тебя богатая жизнь. Если у вас есть холодильник, туалет и кровать, вы богаче 75% всех людей. А если вы еще и летали на самолете, то входите в 5% самых богатых. Что это? Да ладно, блин, серьезно? Мне кажется, процент намного больше. А вот это, это, это мой страх. Это я... Чтоб это не было. Чтоб это не было. Жучки, паучки, чтоб это не было. Скажи, что это постанова. Это реально. Это популярные фейковые видео, где люди, обклеенные фасолью, стирают ее с себя, чтобы собрать классы от дрибофобов. Да ли, что? Ну, я, конечно, знатный дрибофоб, ребята. Ой, я не могу, это для меня просто перебор. Автор логотипа Nike за свою работу получил всего 35 долларов. Это правда. Художница рисовала эту галочку 17 часов и получила 35 долларов. Но под... А что, она совсем рисовать не умеет? Нет, простите, я, кажется, не жарю, но галочку рисовать 17 часов, это тоже надо постараться. Потом разбогатевшая компания буквально засыпала ее деньгами. Бывало ли у вас такое, что на улице к вам подходил незнакомый человек и вдруг ни с того ни с сего начинал говорить... Спидрон по тиктоку. Я понял, это фишка, да? Хорошей концовки, идем дальше. Спидрон по тиктоку. Поехали. Чел, вот как ты думаешь, можно ли восстановить Советский Союз? Это маловероятно, потому что нужно договориться со всеми бывшими республиками, многие из которых не напидят СССР и с удовольствием сбросили бы на него... 250 тысяч тонн тротила! Почему девушки стонут во время кекса? Даже сами девушки не знают. По опросам они часто не могут отличить, когда делают это специально, а когда нет. Вы не поверите, как этот парень... Понимаешь? Хотя мне было интересно, только что, максимально интересно. Не украл у малазийского правительства 4,5 миллиардов долларов. Он помог своему знакомому стать премьер-министром, через него взял у государства 4,5 миллиарда долларов на строительство, и с тех пор его никто не может найти. Спидрон по тиктоку. Ха-ха-ха! Темка, поняли? Кто там шарит? Запишите себе как вариантик, может быть, тоже нормальная тема будет. Спидрон по тиктоку. Поехали. Сколько раз мама говорила тебе не ставить горячее в холодильник? Интересно, так реально нельзя делать? Горячее хорошо испаряется, оседает на стенках в виде иния, которые мешают работе холодильника, и он быстрее ломается. Вручальные кольца? Почему их носят именно на безымянном пальце? Есть много теорий почему, но никто точно не знает. Это традиция. А что вы хотели? Традиции так работают. Этот парень-технист, захвативший целый самолет, а человек рядом с ним один из заложник. Но почему же на фотографии он выглядит таким счастливым? Вот этот мужик взял заложников в самолете, за что получил пожизненное. Кстати, никто не пострадал. А этот мужик просто захотел с ним сфоткаться в процессе. Обычная история. Спидрон. Что? А что? Счастливый пацан, прикинь. Не, так понимаешь, есть такие ситуации, что в тюрьме, например, бесплатное лечение. От всего бесплатное лечение. И люди вынуждены, я уже знал такую историю, что тип совершил преступление, лишь бы его посадили в тюрьму, потому что он там болел чем-то, чем у него не хватало денег вылечиться. А в тюрьме его вылечили. Казалось бы, бред собачий, но и так тоже работает. А что ты поделаешь, если, ну, жизнь одна? Спидрон по тиктоку? Поехали. Ты избавишься от плохого запаха изо рта, следую следующим советам. Совет один. Идите к врачу. Запах изо рта может быть вызван более чем сотни различных заболеваний из самых разных органов от... Да, вот, не обязательно рта. ...легких из желудка до зубов. Да лишь, что ракам не больно, когда их варят. Это не так, как люди из-за особенностей нервной системы. Ракообразные точно чувствуют дискомфорт и будут бороться за свою жизнь. Почему у качков маленький рост? Когда я сказал маленький рост, я имею в виду маленький рост. Короткие конечности эволюционно более приспособлены для подъема веса, и невысоким людям гораздо легче накачаться за то же время, что будут качаться высокие спидроны. Ну, то есть, по факту... Ну, да, поняли, в чем прикол? Одно и то же количество мышц на маленькой ручке будет вот такое, а на длинной ручке будет вот такое. Да? Понятна логика? Поэтому и кажется, что маленькие люди, они такие более... Ух, такие месистые! Да нет, там по факту одинаковое количество силы. Спидрон по тиктоку? Поехали! Интересно, а если молния ударит в озеро, а я в нем, что будет? Когда молния бьет в водоем, то большая часть разряда распределяется по поверхности воды. Если вы в этот момент не находитесь глубоко под водой, то это смерть. Что нужно знать? Ужасное всего, знаешь, типа... Ну, было у меня, когда я плавал под дождем. Ну, ребят, ну, плавать под дождем. Ну, это такая офигенная тема. Везде вода, внутри вода, снаружи вода. Ну, гроза тоже была. Каюсь, да, каюсь. Это было тоже озеро. Но по малодухе мы не такое делаем. Ну, я не говорю, что, типа, берите с меня пример, плавайте в озерах, и это офигенно. Не, не надо этой истории. Знать бы, что не будет грозы, но маленький дождик моросит, попробовать стоит, конечно. Но, снова-таки, каждый сам за себя. Перед тем, как поступать на Юрфоку. Вам нужно будет неадекватно много учить, а нормально зарабатывать вы начнете не сразу, только к 35 годам. Знаете, что право Геббельса воюет за Израиль? Геббельс женился на женщине с ребенком по имени Харальд. Ребенок уцарел после войны, женился, а уже его дочка вышла замуж за еврея. Родила сына, и он вступил в армию Израиля. Спидран по ТикТоку. По-другому нельзя там у них, ну да. Спидран по ТикТоку. Поехали. Лампочку изо рта действительно нельзя вынуть. Зависит от... Да, вот пробовать мы не будем. Нет, как бы, зависит от рта и от лампочки, это тоже правильно. Но, мне интересно, сколько было людей, которые реально задались этим вопросом, даже там, ну, может быть, под градусом. Выседу я ее или нет? Давай, отец, попробуем. Ширины вашего аппарата. В большинстве случаев нельзя, потому что мышцы начинают сжиматься ввиду рефлекса. Еда во рту, а значит, надо его закрыть. Никогда не закапывай себя в песке, и вот почему. Вы можете заболеть анкилостомозом, подкожными паразитами. Плюс в вашу яму могут... В смысле, что за подкожный паразит? Мы же все себя хотя бы раз или два, друзья, закапывали, или что-то из этой серии. ...упасть в дети и травмироваться. Поэтому во многих странах на пляже запрещено копать ямы больше полуметра. Как правильно сложить чемодан, чтобы в него влезло как можно больше вещей? Тяжелые вещи, которые не скоро понадобятся на дно, а легкие сверху. При этом одежду лучше складывать рулонами. Спидран по ТикТоку. Вот это я себе запишу. Даже не запишу, запомню. Множество раз мы пробовали складывать, типа, я по одному, а не по другому. Наши родители по третьему. У каждого свой определенный способ, и каждый считает, что он правильный. Но рулонами, по-моему, никто не складывал. А рулонами это классно, потому что вещь-то не мнется. Вы поняли? Нет уж вот этих каких-то придавленных квадратиков. Ну и не каждая вещь свернется в рулончик. Ну возьми худи какую-то классную такую, с этим, с флисом, поняли? Толстенькую, назим. Сверни. Спидран по ТикТоку. Поехали. Что не так с домами в Америке? Пошли ко мне. Спасибо за приглашение, но я спешу. У американцев неподвижный душ без шванга, очень глубокие раковины и тонкие фанерные стены. Эта женщина делает очень редкую соль. Да, потому что они как бы, у них жилье в принципе дорого стоит. Но это дорогое жилье еще хреновое. Я забрал недавно Дудя. Он приезжал в Техас, сделал большой выпуск по Техасу. И там чувиха показывает, ну дом, ну просто песня. Ну красивенный. Но она говорит, что там типа это все дерево. Просто дерево. И они так живут. Это у них норма. И я сам не знаю почему. Может не запариваются, может и правда так нормально. При помощи вулканов. Женщины выливают океаническую воду на горячий вулканический песок. Вода испаряется и соль можно собирать. Это самый большой фейк в истории игровой индустрии. Экраны загрузки фейковые и не отображают действительность, а делают их для декора или как переход. А вы знаете, зачем римляне носили на шлемах гребни? Продольные только для церемоний, а поперечные носили центурионы как знак отличия. Спидран по тиктоку. Слушайте, мне кажется, я приобретаю и приобретаю и приобретаю и приобретаю. Но по поводу загрузочных экранов это правда. Ну не всегда, кстати. Ну типа то, что под ними что-то прячется, что прячут под ними что-то разработчики, это само собой. Но есть откровенно издевательские, которые вот как Хардстоун, где просто крутится, лишь бы крутится. Понимаешь? Чтобы просто какую-то смешную фразу. Да нафиг мне нужна твоя смешная фраза. Мне, пожалуйста, поскорее игру включи. Я хочу играть. Нет, надо, чтобы докрутилось до конца. Спидран по тиктоку. Поехали. Что же все-таки будет, если приземлиться на сиденье общественного туалета? В среднем лавочка грязнее чего подок унитаза в общественном месте и шанс заразиться чем-то минимальный. Надеюсь, теперь главный босс школы не такой уж и страшный. Серьезно? Ну как бы тоже нужно понимать. Мы садимся жопой. Жопа у нас чаще всего самая чистая. Потому что она чаще всего в что-то надето, и мы ее как бы одето, надето. Я, кстати, до сих пор не разобрался. И мы ее моем. Дай бог. Я очень надеюсь. Вы знали, какие плюсы быть толстым. Главные плюсы. Почти не будет морщин и очень легко удерживаться на поверхности воды. Никогда не используй этот жест. В Тунисе это угроза жизни, а в Бразилии и Азии этим обозначают жопку. Ты знал, сколько стоит метеорит? От 50 центов до 5000 долларов за грамм. Это зависит от того, откуда он прилетел. Спидран по тиктоку. Что, успевать бы все переварить? Ё-моё. Спидран по тиктоку? Поехали. Поехали. Стектизерша в Нью-Йорке. Сколько же у меня получилось унести в воскресенье? Она поела пельмин. Я, между прочим, видел оригинальное это видео, и она реально много унесла. И не поехала на работу в метро, и не в самый рыбный день заработала 480 долларов. Этот ресторан на этой машине... Это именно в трусы набросали. Поняли? Это очень важно. Не ставка, это ежедневный ее заработок. Она пошла, и в трусы набросали вот 400 баксов. В схеме зарабатывают примерно 500-4 тысячи долларов каждый день. Там работают девушки, которые знакомятся в Тиндере и приводят в ресторан парней. Заказывают еду, а потом выясняется, что еда стоит очень дорого. Составили рейтинг самых читаемых книг среди осужденных в местах лишения свободы. Это книги «Три мушкетерок», куча книг по Сталкеру, Библия и Коран. Ну вот про Библию и Коран 100% хотел сказать, что это Библия и Коран. Ну, книги про Сталкера. Потому что атмосфера, типа, подходящая. Ну, конечно, подходящая. Ну, вы поняли, да? Выглядит мошенничество, которое может коснуться каждого. Мошенники имитируют голос ваших родственников через нейросетку и просят денег, а противостоять этому можно, просто перезвонив родственнику. Вы знаете, очень старая схема. Может быть, даже вы попадали... Ну, я, наверное, раза два попадал. Короче, звонок. Это чаще было на домашние телефоны. Сейчас уже их, наверное, ни у кого нету, но неважно. Звонят на домашний телефон и притворяются, типа... Не притворяются, а сразу, мама, у меня беда, знаешь, типа... Говорят, вот так вот, у меня беда. Мне нужна помощь, я там сбил человека. Или я что-то сделал, вынеси деньги, положи куда-то. Куча людей на это просто купились. Реально купились. Почему-то сразу включается, когда, мама, э... Все, люди верят, что это роднулечка твоя звонит, что ты реально натворила. Просто возьми, перезвони и узнай, так это или не так. Спидрон по тиктоку, поехали. Корабль утонул из-за карандаша. Во время... Допустим. Второй мировой штурман британского крейсера не увидел скобу на карте из-за лежащего на ней карандаша. А корабль врезался и застрял. Его неделю пытались вытащить, но не смогли и решили затопить. А ты знаешь, что с тобой сделают, если ты нашел нерть на своем участке земли? Если вы живете не в Америке, то ее заберет государство вместе с участком и всеми постройками. Почему перед смертью? Но если ты живешь в Америке, твое право на землю распространяется и на все, что найдут под ней. Вы поняли? Ну, то есть, земля, значит, вот уж туда, в самый низ. Ты можешь вызвать компанию, которая занимается... Ну, такие, спасибо, Дудю. Компания, которая занимается этим сто лет, и за процент они будут тебя добывать. А можешь сам заняться этим бизнесом, но не факт, что ты выиграешь в этом. А может, наоборот, прогореть, и нафиг все это пойдет. Ведь смертью вся жизнь проносится перед глазами. Ученые точно не знают, но по одной из теорий мозг понимает безвыходность ситуации и перебирает все воспоминания в попытке найти решение. Почему в тюрьмах используют полосатую одежду? До производства специального... Сейчас не производят, не используют точнее, а производят. Это считалось, что полоски привлекут больше всего внимания к преступнику в случае побега. Да, это он. Это рандомный комментарий. Мои дорогие, это абсолютно рандомный комментарий. Всем хорошее настроение. Спидран по тиктоку Поехали Солдату США платят 51 тысячу долларов в год Средняя зарплата по их меркам Бесплатно лечат, страхуют всю семью И оплачивают обучение в любом универе Этот парень заснулся аэропортцами в ушах И вы не поверите, когда узнаете, что с ним случилось Во сне он проглотил один аэропорт А на следующий день нашел его по геолокации у себя в животе Сходил А, ну так все, он вышел и все В туалет и откопал наушник Я знаю историю, как в детстве там, ну знакомый Я не скажу, что я прям знаю этого человека Я уже вообще размыто помню, кто это Но я знаю точно, что он проглотил мячик для настольного тенниса Поняли? Вот так говорили Я не знаю, как он это сделал, но да Вышел, вышел без проблем Как вошел, так и вышел Глядное доказательство того, зачем сортировать отходы 70% от всех деталей в новых машинах Сделаны из переработанного пластика Если мы будем сортировать мусор, то тачки будут дешевле, а земля чища Красота На него завели уголовку за кражу, потому что ему было заранее известно, что деньги чьи-то И он не сообщил об этом банку или полиции Спидран по ТикТоку Да, это считается? Блин, хрень какая Всегда же мечтали, знаешь, пройти так Шпуньки пошел Ну там же везде камеры Ну давайте крайний сейчас ТикТок Все-таки это проба Если вам понравится, будем еще смотреть больше Спидран по ТикТоку Поехали Как запомнить порядок планет? Мы встретимся завтра Мой юный спутник у набережной Такого цвета должны быть здоровые зубы Все, что белее этого и желтее этого считается здоровым Литдизель, бензиновый двигатель Что произойдет? Машина никуда не уедет А вот владелец заплатит много денег за ремонт двигателя В СССР в городах вдоль дорог почти всегда сажали только тополя Это пирамидальные тополя Они растут очень Как я от них мучился в своем детстве У меня только начинался май Апрель, май У меня под школой эти тополя просто были насажены Да вообще во всем городе были насажены Пух, он везде Он заполонял просто каждый сантиметр Это, ну это некрасиво, неприятно, тяжело дышать Фу, блин Быстро и не пускают пух Спидран по ТикТоку Они пускают, ага Какие-то, может быть, не пускают Но в моем городе просто не знали, что делать с этим пухом И обязательно везде таблички Пожалуйста, не палите И знаешь, и бегают с сжигалочками Вот такая небольшая проба Если вам понравилось, то обязательно напишите об этом в комментариях Хотите еще тоже об этом, напишите Втыкните лайкосик, подпишитесь на мой канал Если вы все еще не подписаны Залетайте в мой Телеграм, на мой Твич и на мой игровой канал А с вами был Дима Типато Пока Субтитры сделал DimaTorzok